Крапивина с нами на связи. Настя, доброе утро. Вчера прошел Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие профилактические меры во избежание заболевания принимаются у вас в регионе? Да, Стайфан, доброе утро. Ты абсолютно прав. Вчера весь мир праздновал Международный день борьбы со СПИДом. А сегодня свою годовщину отмечает Евпатрийское отделение Республиканского центра борьбы со СПИДом. И в числе этого мы пригласили к нам в студию его руководителя Светлана Константиновна Алфеорова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите для начала, какая она статистика заболеваемости по стране? Ну, в Российской Федерации уже близится к миллиону цифра ВИЧ-инфицированных. Ну, по Крыму чуть больше 14 тысяч. Ну, можно сказать, что это, в принципе, не так уж и страшно пока что. Нет, это на данный момент заболеваемость ВИЧ-инфекции немножко сокращается. В стране принята государственная стратегия борьбы со СПИДом. И, в общем-то, цифры по Крыму государственной стратегии очень оптимистичные. Мы выполняем задачи. Говорят, что сейчас все, в принципе, болезни молодеют. Есть ли такие, такая статистика вот среди ВИЧ-инфицированных? Ну, среди выявленных случаев ВИЧ-инфекции, наоборот, молодежи стало меньше. Прирост свежих случаев заболевания среди молодежи все-таки уменьшается. Сейчас основная возрастная группа, в общем-то, сместилась выше 30 лет. От 30 есть даже, ну, старше 60. И с чем это связано? Ну, скорее всего, это связано с тем, что стали лучше выявлять в последнее время, стали больше обследовать. Сейчас государственной стратегией предусмотрено не менее 20% обследовать население на ВИЧ. И ранее мы столько не брали таких цифр. И стали обследовать все слои населения. И поэтому стали выявлять поздний случай среди уже зрелых граждан. Среди молодежи, к счастью, выявляется все меньше и меньше. Это какие-то обязательные анализы? Нет, обследование на ВИЧ по законодательству Российской Федерации обязательно только для доноров. И, в общем-то, практически обязательно для беременных женщин. Все остальные только добровольно. Временность часто выявляют? Ну, выявляют, иногда выявляют. Но сказать, чтобы это было закономерностью, среди молодежи неуклонно сокращается количество ВИЧ-инфицированных лиц. А есть ли какая-то профилактика борьбы? Ну, учитывая, тут профилактика вся основана на прерывании пути передачи. Однозначно здесь, так как есть только три законных пути передачи ВИЧ-инфекции. Это путь передачи половой, это основной путь передачи, естественный путь передачи ВИЧ-инфекции. Это через кровь, использование небеззараженных инструментов, в частности, для потребления наркотиков. И третий путь от матери к ребенку. То все меры, направленные на прерывание пути передачи, и являются профилактическими мерами от ВИЧ. Поэтому при половом пути это использование, по крайней мере, защищенных половых контактов. И, ну, как бы профилактика среди молодежи, ну, ответственного поведения, социально ответственного поведения. Профилактика во время беременности. Женщины у нас, если получают профилактику, то шансы родить здорового ребенка, ну, 99, еще и с хвостиком процентов. Много женщин рожает абсолютно здоровых детей. Сейчас очень много социальной рекламы. Расскажите, помогает ли она действительно в борьбе с болезнью? Ну, я думаю, что количество молодежи, которая стала более информированной о ВИЧ-инфекции, значительно выросла. Мы в рамках дня борьбы со СПИДом проводили целый месячник кампанию профилактических мероприятий. И в молодежных группах проводили совместно с анкетированием. И я могу сказать, что процент правильных ответов, ну, приближается к 95%. Там люди знают и пути передачи, молодежь знает. И способы профилактики. В общем-то, молодежь информирована. Ну, в общем, и жизнь ВИЧ-инфицированных изменилась в последнее время. Правильно? Есть уже способы борьбы с болезнью? Жизнь инфицированных значительно изменилась в последнее время. Доступность антиретровирусной терапии сейчас очень высокая. Любой гражданин, у которого выявлена ВИЧ-инфекция, он может получить абсолютно бесплатное лечение, сопровождение этой болезни, обследование во время болезни. Вы видите, созданы специальные учреждения, которые занимаются этими людьми. И поэтому жизнь их очень изменилась. Это федеральная программа, да? Да, это федеральные программы и лекарственные препараты финансируются за счет федерального бюджета и закупаются. И, в общем-то, их сейчас достаточно много, побочных действий все меньше и меньше. И активность антиретровирусной терапии сейчас, ну, скажем так, уже на уровне. Но помимо лечения, я думаю, что заболевшим нужна еще какая-то психологическая поддержка. Оказывают ли ее в вашем центре? Да, в нашем центре работает социальный работник. Он работает на постоянной основе. Его телефон доступен в любое время от суток. И он ведет как прием пациентов, так и консультирование по телефону. Ну, кроме этого, мы ведем школу пациентов. Ну, это так, группами. Группами, если кто желает друг с другом. Они, в принципе, охотно ознакомятся друг с другом. И поэтому все вопросы, которые возникают во время лечения, ну, во время информирования об этой инфекции, самое сложное – это принять в первое время и решиться на все. Поэтому мы оказываем в центре, есть еще и психологи, но у нас социальный работник. Спасибо большое, Светлана Константиновна. Мы еще раз поздравляем с годовщиной ваш центр. Желаем вам плодотворной, продуктивной работы и как можно меньше, конечно, заболевших.